В Ангарске открыли новый памятник. Монумент в виде фигуры сотрудника противопожарной службы, объясняющего правила безопасности ребенку, появился у пожарной части номер 9. Торжественное событие приурочено к 95-летию со дня основания органов Государственного пожарного надзора. Вот уже почти целое столетие специалисты надзорной деятельности выполняют важные задачи по охране человеческой жизни. С момента своего появления ведомство прошло большой путь преобразования, но всегда неизменным остается главное ее назначение – предупреждение каких-либо пожаров. Сегодня у пожарной части номер 9 были подведены итоги почти вековой работы, а также отмечены отличившиеся. Я думаю, что люди, идущие в эту профессию, обладают своего рода мезаурядными качествами, которые свойственны людям не просто отважным и смелым, но людям, которые готовы прийти на помощь. Вот это, наверное, лежит в основе. Прийти на помощь, проявить все свои лучшие качества для того, чтобы помочь человеку в беде, противостоять стихии. В этом году у пожарных страны сразу несколько юбилеев. Это 95 лет Госпошнадзору, 130 лет Всероссийскому добровольному пожарному обществу и 50 лет службе пожаротушения. В Ангарске в честь этих событий открыли памятник. Мемориал посвящен всем тем, кто нес и продолжает нести ежедневную службу по охране и профилактике пожарной безопасности. Монумент представляет собой фигуру сотрудника ведомства, который рассказывает ребенку о правилах противопожарного режима. Ведь именно профилактика является важной составляющей борьбы с огнем. Этой профессии, действительно, это та профессия, которая идет как первоначальным этапом. Мы уже соответственная служба, которая уже, если вдруг произошло, то мы уже приступаем к действиям. А вы, именно сотрудники пожарной охраны, профилактики, стараетесь сделать максимально все, чтобы поменьше выезжали пожарные подразделения, реагировали на сообщения, связанные с техногенами, с природными пожарами. Неотъемлемой частью работы сотрудников Государственного пожарного надзора является проведение бесед, лекций, занятий и учений, а также распространение листовок и памяток на противопожарную тематику. Результаты такой работы, на первый взгляд, незаметны. Но важно помнить, предупрежден, значит вооружен. Наталья Хмелева, Олег Левченко, Местное время.